Итак, это Бытие, шестая глава, и в пятом стихе здесь так звучит. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле. Уже тогда Господь увидел, что зло очень великое было. Как вы думаете, что же Бог видит сегодня, когда Он смотрит на землю? Но Он смотрит на землю, и Он видел нас, и что Он видит, и что Он говорит о нас. Одно из драматически печальных мест Писания, это вот здесь описывается. И здесь написано, что Господь раскаялся, что создал человека. И Бог говорит, вот я придумал то, что я их создал. Это была ошибка. Представьте себе, наш Творец, ему очень жаль, что Он сотворил человека. Я могу вам сказать, это зло. Я вчера вам рассказал, что мы в Танзании построили целую деревню. Мусульмане. Когда мы были там, у нас было прекрасное собрание. И короткое время после этого мы получили новость. Одна женщина, она была мусульманка, покаялась в этом собрании. Она была на нашем собрании. Вы можете себе представить? Ее собственный муж. Он своей жене и своей дочери перерезал горло. Потому что она не хотела вернуться обратно в ислам. Она была верна Иисусу. Муж и отец своего собственного ребенка. Неужели человек настолько может быть злым? И вы знаете другие истории. Я был в Украине. И там был молодежный лагерь. И там была молодая девушка. И это была тоже такая драматическая история. Эту девочку позвали. Вернись домой. Потому что ее мама выкапывала картошку. И пришел туда мужчина. И она ему говорит, ты что делаешь здесь? Это моя картошка. И прямо на этом месте этот мужчина убил ее мать. На картофельном поле. Вы, наверное, не хотите дальше слышать такие истории. То, что мы слышали и видели. И в любом случае, Бог здесь говорит, все, я уничтожу человечество. Я их всех уничтожу. Но в восьмом стихе Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. И это история о жизни Ноя. Он был человек праведный. Он был непорочный вроде своем. Он ходил пред Богом. Родил трех сынов. Но земля была развречена. И Бог говорит, я уничтожу человечество. Но оставлю Ноя, спасу его. И Бог сказал, конец всякой плоти пришел пред лицо мое. Я уничтожу землю. Но для тебя я построю ковчег. Из дерева сетим. Надо будет построить комнаты сверху, внизу. Надо осмолить этот ковчег смолой, внутри, снаружи. Это достаточно большая лодка. 137 метров длиной. 32 метра шириной. И 14 метров высотой. Это целое здание. Что-то такое серьезное. Вам что-нибудь здесь стало понятно? Заметили что-нибудь? Это же прекрасно, что Бог для нас хочет сделать. Мы говорим, Господи, и мне построй ковчег. Ну пусть не такой большой, но пусть построй мне ковчег. Кто хочет этого? Один. Да, молодец. Ты хочешь играться, да, в этом ковчеге? Кто хочет, чтобы Бог построил ему ковчег? Да, там в конце есть. Что с твоей церковью, Денис? Что с людьми? Я лично... Я спрашиваю каждого лично. Вы хотите, чтобы Господь построил вам ковчег? Что с людьми? Денис. Он говорит о Ное. Он должен строить. Что с людьми? Он должен строить. Что с людьми? Как ты пришел к этому? Я читал. Что с людьми? Я не знаю. где ты сестра ты где представьте себе на если один который если тот человек который женат на немки и он такой продуманы то насколько она должна быть продумана но ты был прав я хотел вас проверить бог сказал ты построй себе ковчег мы все время хотим чтобы господь построил нам ковчег боже сделай что-нибудь для меня нам нужно спасение нам нужна лодка боже мои друзья моя семья спаси господи это для нас естественно мы учимся что бог для нас делает все эта история настолько известна и может быть слышали много проповедей и я тоже проповедовал об этом и вдруг мне становится ясно бог показывает насколько развращен мир и бог говорит я хочу уничтожить людей и божья благодать которая с ноем он дает ему возможность построить ковчег братья и сестры послушайте внимательно бог не строит для нас ковчега но божья благодать в том что он дает нам план чтобы мы построили для себя ковчег он не говорит ну построй себе кораблик какой-нибудь круглый или высокий но план строительства приходит с небес конструкции были задуманы в небе а именно 137 метров 32 шириной 14 высотой вот такие размеры должны быть и представьте себе чего это небо себе придумала еще надо вот со смолой работать там вы пробовали со смолой работать я могу тебе сказать что это когда ты работаешь со смолой тогда у тебя быстро будут руки грязные и ты на будешь вонять и ты не сможешь просто водой быстро руки отмыть еще дни позже будут они черны когда я выучился на каменщика и мне тоже приходилось работать со смолой и нас как молодежный хор приглашали пригласили в одну церковь это была очень такая продвинутая церковь из-за того что мы там были гостями они нас пригласили в отель и они накрыли стол белой скатертью прекрасным прекрасной посудой я сидел за этим столом я думал что все люди смотрят только на меня я надеялся что это не так но я чувствовал себя ужасно я не мог не есть не пить потому что мне нужно было чтобы есть использовать свои руки а руки мои были настолько грязными я не знал может быть за спиной получится вилку и нож держать и смола она просто пристает к рукам кто-нибудь из вас уже работал со смолой и бог говорит ною если будешь строить ковчег у тебя руки будут грязные и он не сказал ему я тебе дам хорошие перчатки и там ты ногти себе подстрижешь строй себе ковчег откуда деньги откуда взять дерево и кто будет работать у бога есть сегодня для нас бог дал мне это слово на сегодня братья и сестры неважно откуда вы приехали хорошо что вы здесь мы должны расстаться с мыслью что бог для нас все должен делать он ожидает что мы что-то будем делать чтобы строить ковчег я хочу объяснить вам что значит новозаветник ковчег но я хочу вам сегодня еще раз объяснить что значит быть спасенным и оставаться спасенным нам нужно трудиться над нашим спасением и послание к филиппийцам говорит чтобы мы совершали свое спасение со страхом и трепетом здесь присутствует сейчас вот это лжеучение распространившаяся между харизматическими писятническими церквами бог любит тебя бог благословляет тебя ты можешь оставаться тем каким ты есть тебе не надо покаяния тебе не надо плакать или молиться только петь и прыгать и говорить аллилуйя это обман это заблуждение это так как можно потерять спасение я естественно знаю что такое голгофа я знаю что иисус для нас сделал и бог ною говорит ты обрел благодать передо мной что ты сегодня слышишь слово божие что ты можешь приходить на собрание что у каждого из нас есть библия бог заинтересован чтобы у нас было его слово и божье слово говорит нам какой длины широты и высоты мы недавно с моей женой были во вьетнаме там были у нас собрания домашние группы и общие собрания и было прекрасно встретиться с верующими людьми большое давление гонение тяжелые вещи но у нас там были собрания и я говорю давайте откроем библию такое-то местописание они все достают телефоны и они открывают свои телефоны у нас на собраниях запрещено пользоваться телефоном все надо выключать а они все включают и я подумал что это такое и они все читают с телефона и я сказал господи какая радость мы пытались коммунистам принести библию и при моей первой попытке привезти библию в Россию меня арестовали и сейчас господи ты позаботился мы привозили библию в Китай и Бог дал мне программу для каждого китайца доставить библию и верующие даже верующие люди говорили он немножко не в порядке каждому китайцу библию подумаешь миллиард человек он уже не в порядке мы во Вьетнам привезли 30 тысяч новых заветов и брат вьетнамец живет в городе Гали и до сих пор когда я с ним встречаюсь он говорит спасибо за те 30 тысяч новых заветов и представьте себе коммунисты хотели предотвратить чтобы библия не попала в руки людям и коммунисты теперь позаботились чтобы у каждого библия была в кармане а особенно китайцы тебе надо только китайский телефон у меня тоже китайский телефон целый миллиард мы никогда этого не добились а Бог позаботился у вас тоже там такая библия есть в Москве сделана или где Бог заботится об этом и в этом Божья благодать что все люди могут услышать слово но и нашел благоводать приобрел надо строить ковчег такой ширины и такой длины включи свой телефон я спросил у людей откуда у вас телефоны они говорят а нам правительство привозит откуда у вас библия это Божья благодать Бог дает слово он дает размеры но он не строит ковчег он помогает чтобы росли деревья мы их не можем вырастить сами но мы знаем где находятся деревья и если мы не знаем то Господь говорит пойди к Иордану мы об этом сегодня утром слышали и если ты встретишь деревья не надо их обнимать это то что сегодня происходит и люди говорят тебе надо обнимать деревья и тебе надо глубоко вдыхать и тогда в тебя войдет глубокий мир и ты можешь немножко танцевать с деревьями ненормально сруби их сделай из них доски еще тогда не было строительных магазинов которые бы распиливали эти деревья и ваш пастор может рассказать вам как надо валить деревья это опасная работа чтобы построить ковчег сколько дерева ему нужно было сколько деревьев надо было свалить а мы говорим кто оплатит Бог не сказал Ною откуда ему денег брать и он не дал ему дождь денежный он говорит построй себе ковчег ты ты и сыновья твои твоя семья строй ковчег чтобы спасти свою семью и не раз Бог не раз так говорил он сегодня так же действует было тяжелое время ужасно безбожное коварное правительство везде было провозглашено везде плакаты висели везде посланники по всей стране пошли внимание внимание везде где родится мальчик и он является евреем сразу его надо бросать в Нил убивайте его и обращение было к женщинам которые помогали при рождении повивальные бабки если вы помогаете при родах и видите что это мальчик еще тогда не знали перед родами будет мальчик или девочка а сегодня не знают мальчик это или девочка и когда моя жена умерла мне надо было заполнять документ и на государственном документе было написано там были три графы женщина мужчина или третья что-то другое представьте себе раньше мы говорили я тебе так по носу дам что ты не узнаешь себя кто ты мужчина или женщина а сегодня ты не знаешь официально мужчина ты или женщина у вас тоже эта глупость есть это мудрецы этого мира придумывают 16 разных полов но в те времена люди понимали как выглядит мальчик если у ребенка чего-то не хватает тогда это девочка тогда еще все проще было Бог так устроил и фараон так повелел и этим также повивальным бабкам если это мальчик тогда в реку его и вот рождается мальчик какой сладенький он все таки мальчик и очень симпатичный мальчик вы знаете что все младенцы самые красивые в мире да у тебя тоже были симпатичные младенцы ты каждый из нас был красивым ребенком это для мамы самый прекрасный ребенок и у тебя было три красивых ребенка и они сказали не нашего мальчика мы не забросим Нил Бог дал нам его его мама мама Моисея мне она нравится она сказала нет я не буду кормить крокодилов я спасу моего мальчика и она как всякая мама пыталась и этот ребенок был сильный и вдруг соседи могли слышать что он плачет и они думали что там в этом доме происходит и три месяца она могла хранить его и ты папа как мама может три месяца сохранять своих детей мы сегодня не можем спасти наших детей а Бог дает нам возможность и Бог дал ей идею послушай мама построй ковчег для своего сына тогда там можно было ну один маленький не надо 137 метров строить может быть 47 на 12 хватит но что-то общее объединяло их с ноем что это так было смола каждое спасение связано со смолой строй ковчег аминь им нужно было позаботиться о материале и Бог и Бог сказал ты не можешь это ты не можешь отменить повеление фараона оно для всех но и ты не можешь отменить погибель мира но есть спасение или им было сказано ты должен бросить своего сына в Нил но чтобы он не утонул надо позаботиться чтобы ты это сделал господи но он же плавать не умеет позаботься чтобы он умел плавать построй вот из этого камыша ящичек и положи его туда слава Богу я тоже был в таком камышовом как молодой человек я отправился в морской поход и я сел в корабль который поплыл в Кубу и все неверующие были на этом корабле мужчины которые мне годились в отцы у них одна цель была они хотели чтобы затянуть меня куда-нибудь в бордель или чтобы я напился а они говорили все так делают и ты так должен делать 17 лет и ты еще никогда пьяный не был ты не куришь и у тебя не было женщины прям во всем мире это но Бог сказал но Бог слава Богу что я был в этом ковчеге это 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 были молитвы моих родителей я был далеко от них ни собрания ни верующих людей ни проповеди не 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 фона с прославлением из Австралии. И не было видео, где там мне проповеди читали, Бог тебя любит. Все в окружении были только безбожные люди. Но, аллилуйя, я не потонул. Я вернулся более сильным, чем пошел в это плавание. Мои коллеги, моряки часто ссорились. И вот эти безбожники пророчествовали обо мне. Они говорили, он никогда не станет моряком, он станет пастором. И то, что они говорили, исполнилось. Папа, мама, бабушка, строй спасительный ковчег для своего ребенка. Может быть, у тебя будут грязные руки от того, что ты это делал. Радуйся, если они все верующие от чрева матери. Я посещал одну семью. Ребенок лежал в качалке и вот так руки наверх держал. И мама говорит, посмотри на него, он будет проповедником, уже сейчас руки кверху держит. Строй ковчег. Ты строишь ковчег. Ты уже собираешь материалы. Ты используешь свою энергию для этого. Строй ковчег. Что такое наш ковчег? Как мы можем быть спасены? И Библия дает нам ответ. Библия нам рассказывает не просто истории с тех времен. Мы можем рассказывать истории, мы можем сочинять стихи об этом. Но Библия говорит, каким образом должна выглядеть наша наш ковчег спасения. И может быть кто-то сегодня здесь впервые и ты думаешь, ну как мне построить этот ковчег? Послушай меня. Библия говорит нам ответ. Петр. Петр это первый поп или первый папст. Сам Петр, который был в оригинале, первый. В третьей главе первого послания Петра здесь написано во дни Ноя, что Ной построил ковчег, которым спаслись только восемь душ. Это был ковчег не для всех, но было спасение для тех, кто вошли туда. А что же такое наш ковчег? 21 стих. Это образ того ковчега. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, ни плотской, ни чистоты обмытия. Крещение. Ковчег в Новом Завете сейчас и на этом месте это крещение. Это крещение. Надо ли креститься? Если ты хочешь спасения, да. Но библейское крещение не так, как ты хочешь. У меня еще минутка времени есть. Я хочу вам что-то важное сказать. в ковчеге был ворон. И Ной выпускает ворона. и ворон не вернулся. Когда он улетел, он нашел себе, что пожрать, нашел место покоя. покоя. Потому что ворон ищет труп. Вонь. Разлагающаяся. Смерть. И он нашел свое место покоя. Понимаешь ли ты? Не выпускай своего ворона. Понимаете, о чем я говорю? Где же труп братья? Порнография? Телевидение? Видео? И ворон полетел. И нашел. И то, что мы сегодня услышали, что люди, которые с нами были на пути, отпали. Почему? Потому что они выпустили ворона. Где я могу делать свой бизнес? где я могу найти красивую женщину или мужчину? Он уже женат, у него дети есть. Но он же меня любит. И таким образом вылетают вороны. И дьявол дает им пищу. И он дает тебе места, где ты можешь приземлиться. кругом плавают трупы. И потом Ной выпускает голубя. И голубь летит и ищет. И где находит покой голубь, возвращается в ковчег. Рука Ноя, он, голубь, садится на его руку. И голубь это символ Духа Святого. Пусть летит голубь. Хорошо, что вы сюда приехали. Вы приходите в Дом Божий. Ходи туда, где дети Божьи собираются. Это не моя церковь. Но там, где Дух Святой, там Церковь Иисуса Христа. Там братья и сестры. Пусть летит голубь. Дух Святой ведет нас. Антихрист в мире хочет единую церковь. И сколько грязи в этом мировом, в этой мировой религии. Я не должен вам об этом рассказать. Но Дух Святой здесь. И Он зовет. Он собирает верующих вместе. И голубь вернулся. Ной знал, что мир еще разлагается. Через время он еще раз выпустил своего голубя. И голубь снова вернулся. И в клюве что-то было. И кто-то меня спросил, это была голубка или голубь. Как ты знаешь, кто это, как можно узнать? Наверное, это был голубь. потому что голубка так долго не могла бы клюв закрытым держать. Этого в Библии не написано. не только запомните этот анекдот. Но голубь вернулся. Как? Со знамением мира. Братья и сестры. Мы хотим объединяться. Только приветствие мира. Не с этим трупом мира разлагающимся. Не приходи, не рассказывай всю грязь, которая даже в церквах происходит. А слышал ты и видел ли ты? Это так, как делают вороны. Они люди идут по миру и видят только плохое. Домой собираются и об этом говорят. Но голубь возвращается со знаком мира. Ты уже в ковчеге. Ты спасен. Оставайся в ковчеге. Написано о верующих, что они пребывали. И время становится все тяжелее. И государство будет все больше законов издавать. Они хотят разрушить церковь. Они хотят рассеять собрание. И если я вижу, что в церквах кулаком приветствуют, это показывает, будь бдителен. Я тебе говорю, не позволяй приветствоваться с моим кулаком. Аллилуйя, мой брат. Аминь.